Дорогие друзья, сегодня с утра в режиме нон-стоп работали с региональным штабом. Только что подписал указ о введении полной самоизоляции на территории Нижегородской области. Такие меры поддержал президент России и правительство страны. Указ вступает в силу с момента его подписания. Выходить из дома сейчас можно только в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости или в аптеку. А также, чтобы погулять с собакой в радиусе 100 метров от места жительства, вынести мусор или получить экстренную медпомощь. Причем в последнем случае это делается только если отсутствуют показания для вызова скорой помощи. Если, например, у вас поднялась температура, выходить строго запрещено. Вызывайте врача на дом. Если вы работаете, то выходить на улицу можно только, чтобы добраться от дома до работы. Нельзя гулять на детских площадках, парках и даже просто по улицам. В общественных местах требуется соблюдать дистанцию в полтора метра от другого человека. Мы также разработали механизм контроля. Он использует технические возможности карты жителя Нижегородской области и единой телефонной службы 112. Я поставил задачу, чтобы механизм контроля был понятен людям всех возрастов. В ближайшее время обеспечим его внедрение и разъяснение порядка его использования. Дорогие друзья, у нас на сегодняшний день уже 11 подтвержденных случаев заражения. Есть и случаи, которые проходят проверку. Уже есть пациенты в тяжелом состоянии, которым требуется искусственная вентиляция легких. Поэтому, повторяю, ситуация очень серьезная. Конечно, мы предпринимаем все необходимые усилия. Разворачиваем дополнительные койки, оборудуем больницы техникой, поддерживаем медицинскую промышленность. Но без вашего понимания и поддержки все эти меры будут бессмысленными. В Нижегородской области, как и по всей России, начавшаяся неделя объявлена нерабочей. Это не каникулы и не отпуск. Это не праздник. Это санитарная мера, призванная остановить распространение страшной болезни. Большинство людей это понимают. И спасибо им за это. Но в минувшие выходные кто-то решил, что свободное время – это прекрасный повод устроить пикник с друзьями, прогуляться по центральным улицам, проведать тех, кого долго не видел. Это недопустимо и даже преступно. У каждого из вас есть престарелые родственники, дети. Позаботьтесь о них. Только подумайте, как вы будете себя чувствовать, если из-за вашей беспечности кто-то из них заболеет. Еще раз обращаюсь к каждому из вас. Не покидайте без острой необходимости свой дом. Что еще хочу сказать. Не запасайтесь и не злоупотребляйте алкоголем. Это важно. Он ослабляет иммунитет. Не верьте фейкам и слухам. Паника и страх убивают разум. Ну и не будьте легкомысленными. Я прошу тех, кто не относится к коронавирусу серьезно, Даже если вы останетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим. Ведите себя достойно. Еще раз хочу от всех нас сказать спасибо тем, кто в это сложное время трудится на самых ответственных постах. Наше беспечное поведение не должно обесценить их труд. Труд медицинских работников, врачей, сестер, которые проводят на своих рабочих местах дни и ночи. Подумайте об этом тоже. Отдельная благодарность волонтерам. Обращаюсь ко всей молодежи. Ваши сверстники сегодня помогают пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Пополняйте ряды волонтеров. Дорогие нижегородцы, чем больше ответственности за происходящее мы будем чувствовать и демонстрировать, тем быстрее мы преодолеем этот сложный период.